Всем привет! Это Усачев ТВ, а сейчас будет интервью с тренером Расулом Магомед Алиевым, который работает с Владимиром Минеевым и готовил Ивана Шторкова к поединку с Муратом Гуговым, а также является наставником чемпиона Fight Nights Global Арсена Петросяна. И еще один момент. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Ссылка в описании. Хотелось бы начать разговор про Владимира Минеева. Последняя встреча с Магомедом Измаиловым получилась явно не дружелюбной. На ваш взгляд, было ли здесь провокации со стороны Владимира, что-то он, может быть, сделал не так, где-то можно было бы смешивать? Хотя бы к отношению к Александру Гребневу, который находился в Устагоне в этот момент. Ну, там как бы... У него земляк дрался там, так же, как мой ученик. Когда он дрался, это был уже... Он проиграл предыдущий бой, а этот нужен был закрыт. Здесь тоже он проиграл, поэтому ему пришлось в логе, реально кричать, нервничать. За него и голос пропал. Ну, на нервах чуть. Когда, естественно, когда в клетку зашел... Ну, он так... До этого, я как знаю, он подходил к Магомеду, что я вот так захожу к клетку, ну, и все, так, как бы заходишь, заходишь. И как бы я тебя вызываю на бой. Мое мнение, конечно, он вызвал, чтобы Магомед зашел, Магомед зашел. Ну, если со стороны вот другие личные люди не зашли бы к клетку, однозначно там вот этого не было бы. Как бы толпой нападать там, или... Вот не нужно, как бы, да, противостояние, как бы, спор на сегодняшний день, который, как считают там многие. А то, что Магомед, как бы, дернул лово, я знаю, как бы, он не от того, что там ударил, но автоматом руку вытянул и коснулся, да, голову. С этого и пошло все. А те люди, которые напали, мое мнение, ну, они как бы больше испортили вот это все. Вот это мероприятие. Вот, реально, как бы, мы должны спортсмены показывать только с хорошей стороны, да? Не так там, что спортсмены какие-то там дикие, там, не воспитаны. Наоборот, что мы воспитаны, и мы только деремся к клетке, а не так там, не нападаем там, или еще что-то не нужно, не делаем. Вот. Амир Мурадов сказал, что сейчас большой проблемой является свести вновь Измаилова и Минеева, так сказать, для пресс-конференции, фейс-вотопресса или еще прочих. Поскольку Владимира хорошо знаете, то вот можете охарактеризовать его отношение к Магомеду Измаилову, это там вражда, ненависть, что-то другое, или просто это что-то не делается? Нет, что-то внутреннее их, как бы, противостояние. Я не могу сказать конкретно и Магомеда, и Вову тоже. Ну, то, что я как сам вижу, конечно, ну, со стороны Владимира такого, чтобы к нему агрессия, там что-то такого, вот, не, не, чтобы было такого нету. Ну, как я знаю. Вот. А со стороны Магомеда я не знаю, как бы может, может быть так сверху, может быть внутри, там, ну, реально, как бы, да, вот, ненависть. Я не могу сказать. Ну, я надеюсь, как бы, да, вот, больше спортивный, наверное. Вот. Ну, как бы. Ну, если честно, Магомед Адмаилов мне в интервью сказал прямым текстом, что после поединка, здорово, смени его, он будет его искать на улице, и эта драка продолжится, даже на улице. Ну, это же... Так же не бывает. У нас есть правила, есть закон. Мы же поэтому для этого же сделали спорт. Если кто-то хочет на улице где-то подраться, зайти в клетку, там порешит. И выйти, вы же там нормально порешатся. Поэтому, это, конечно, неправильно. Может, там, со стороны, я понимаю, что там давят на него. Это так, не знаю, так нужно делать. Может, понять, что он сказал там. Это любого человека бывает. В первом поединке Магомеда Адмаилова были проблемы против борьбы. Ой, молодой, Аминей были проблемы в борьбе против Магомеда. Сейчас, с каждой стороны, он это все подтянул. Насколько может быть Владимир конкурентный? Мы видим, что физики ему хватает насколько угодно времени. А хватает ли ему навыков борьбы, чтобы здесь не быть таким уязвимым соперником для Магомеда? Не, у него с борьбой сейчас тогда тоже не было проблем. Сейчас тоже нет проблем абсолютно. План бой такой был. Я ему сказал, как бы вместе общей с тренерским штабом мы просто поставили задачу, как работать, как нужно. Сходя с детства. Поэтому там такого не было. Ну, мы знаем, на что он способен. Он может реально вставать, если даже его посадят. Да, максимум там один, два раза, три раза. Но он в любом случае встает и делает свою работу. А что выносливостей? У нету проблем абсолютно. Тем более Петеранбург. Да, однозначно. Рамазан Измаилов сказал, что у него в планах сначала, чтобы подрался с Минеевым Магомед, а потом Вячеслав Василевский. У Владимира есть какие-то планы по соперникам? Кто ему интересен, кроме Магомеда Исмаилова? Ну, он так привык, честно говоря. Кто ему дает, кого дает Лига с теми драться. Вот. Как я знаю, такого нет, что с ним с Василевским драться или после Магомеда Исмаилова. Ну, как бы сейчас, если бой назначен, да, 1 октября, в любом случае задача к этому бою подходить как бы, да, чтобы показать, на что мы способны и как мы готовились на этот бой. Вот первая задача. А потом уже, конечно, уже видно будет после боя. Сперва нужно, конечно, пройти, выиграть, а дальше же легче будет кого и с кем. дата вас устраивает? 1 октября или хотелось бы пораньше? Ну, мне так как бы особо разницы нет. Я и Вову тоже особо разницы нет. Вот. Ну, это, конечно, Магомед должен драться и как бы он должен тоже подходить к этому бою, да, что сколько времени ему нужно. Как вы оцениваете выступление Ивана Штыркова и в поединке с самим с Магомедом Измаилом и потом с Гуговым? Ну, неплохо, честно говоря. Даже, можно сказать, чуть-чуть удивил. Он пока проходил сборы у меня, сколько там, три недели он был у меня на сборах. Ну, в начале, конечно, первой недели для него как бы очень сложно было. Он дышал очень плохо конечно, вот то, что важнее, вот эта борьба, к этому, он видно, что вообще не привык. Уже в конце себя пришел более-менее. Ну, я додумал, честно говоря. Ну, я как бы преимущество в любом случае Магомедом до боя еще, когда у меня спрашивали. Ну, так как бы получилось. Ну, Штырков и бой дал, конечно, это однозначно. хорошее будет до ума. Поединок с Гугом он сильно прибавился? Нет, такой же, как и был с Исмаилом. А является для Ивана проблемой его большая мышечная масса? Нет, если он будет работать там, где он сейчас на последние 200 года проходил, я думаю, нет. Вот. ему больше нужно партер и лазня. Судяй, он хорошо дышал. Поэтому, да, он дышал неплохо тоже. Неплохо дышал. Если я правильно помню, сейчас этот дивизион в Исеи вакантный пояс. В этом плане Иван, там может побороться в полутяжелом весе за чемпионство? Ну там ученик мой Муслим Магомедов. Поэтому... И еще Буторин, кажется, тоже претендует на это. Ну, Буторин не хочет драться. Ну, где он претендует? Уже 8 месяцев мы говорим дай пояс. Никто не хочет. Буторин не хочет, я не готов. Это Егенбердию не хочет, не готов. Ну, а что? А Муслим уже очень долго время там 8 месяцев, но как бы, да. я не знаю. А есть ли какие-то там варианты сейчас по бою Муслима? Какой-то соперник какой-то? Ну, Лига же это серьезная лига, поэтому они должны как бы сказать там не бывает как ты хочешь там, или здесь должно быть как мы хотим. Время дали тебе, все, надо выйти и оспаривать пояс. Я считаю, Буторин больше всего заслуживает, что Муслим позвался. Также вы работаете с Арменом Петросяном, который является чемпионом Файт Найт в полутяжелом весе. Как вы оцените его поединок Дмитрием Минаковым и что думаете о его будущем? Какие есть планы? Армен Петросян, да. Сейчас у нас как бы защита и после у нас уже другие планы за океан прислуждают. Поэтому защита у нас 4 июня, по-моему, да. Тоже иранец с ним, что очень неплохой, без Софии. Уже после этого как бы планах у нас UFC, скорее всего. проблем нет с Визой. Сейчас многие говорят именно в этом проблеме с Суспой. Ну, он же как Армянин, но оттуда, мне кажется, легче. Но он же, да, я думаю, особо проблем не будет. И на UFC глобально какие планы будут? Подраться, скажем, сколько боев и как быстро войти в десятку или пятерку? Нет, он может войти без проблем. Ну, видишь, как бы тоже вопрос там. нам придется делать первый бой на 93. Он весит сам 90 кг, а он боится вообще на 84. Так как здесь получилось, там файт на 93, он вышел и так пошло. Это как бы. Там, если бой, конечно, мы выгнаем бой, первый бой, у нас в планах на 84. Там уже надеемся, думаем, погода изменится, конечно, в этом дивизионе. нет. В каком управлении? Там и Анколаев и ТС? Нет, 84? Да. Я же объясняю, один бой мы делаем на 93, потом спускаемся вниз на 84. и, конечно, нормально, что у нас как мы задумываем, получится. А там уже в наших планах надо, чтобы дождь пошел. Там, как раз, я помню, уже никого из наших нет, а у остальных конкуренция Хомон, Анколаев, там есть один наш, Амари Ахмеда, но он внизу чуть-чуть. Да, да, я вот об этом говорил, в других дивизионах многие наши претендуют на самый высокий результат, но тогда здесь пусть ваш воспитанник будет покорять данную местную категорию. Спасибо вам большое. Спасибо.